Приветствую вас, аноним. Прочитал вопрос, который вы написали. Точнее у вас это не вопрос даже, а такой текст. Вопроса в нем нету. И, собственно, наверное, это первый момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. То есть вы не задали вопрос. От слова совсем. Непонятно, что вы хотите от психолога. Непонятно, какой у вас запрос к психологу. То есть, ну да, не поздравили вас коллеги с днем рождения. Хотя деньги вы сдавали на все праздники. Почему должны коллеги поздравлять? Ну, вопрос отдельный. А из-за чего вы чувствуете себя ненужной на работе, где люди, в общем-то, занимаются, так сказать, трудовой и коммерческой деятельностью? Тоже вопрос. То есть, если вы сомневаетесь, как бы, в своей собственной ценности, да, то это вопрос вашего восприятия себя, наверное, в большей степени. Нежели чем вопрос того, как к вам относится коллектив. То есть, если вы не пьете и не едите, потому что, ну, не пьете, не знаю почему, а потому что не едите там, потому что на диете, то, ну да, это создает ощущение, что вы на своей волне, это создает ощущение, что вы выбиваетесь из коллектива, что вы не такая, как все, и... Ну, это нормально. То есть, коллектив, любые коллективы, точнее, я бы сказал, здесь рабочая группа, коллектив, коллектив, это, все-таки, немножко другое. Вот. Рабочая группа, она плохо воспринимает своих членов, которые вписываются в, так сказать, состоявшийся какой-то регламент. То есть, понимаете, вот в моменте, где вы описываете начальницу, говорите, что это злость начальницы, типа, съездили в одну и ту же страну отдыхать, но мне понравилось, а ей нет. Мне кажется, что у вас не получается воспринимать рабочие отношения, как чисто рабочие. То есть, вы как-то вот из нерабочей сферы, да, из личностной сферы, из социальной своей сферы, из, в общем, себя самой. Вы приносите проблемы на работу, на рабочую сферу, как бы, переносят их. То есть, коллеги, в общем-то, чужие для вас люди, не поздравили вас по каким-то своим причинам, связанным, опять же, исключительно с выгодой для себя. Вот. И для вас это уже, по сути, ну, по сути, для вас это трагедия, по сути. То есть, вот, я не говорю о том, что, да, вот, на сто процентов, да, трагедия, но по факту, по факту, получается, что это трагедия. И, наверное, вот на эти моменты, в первую очередь, нужно обратить внимание. То есть, вы чувствуете себя ненужной. Вы сомневаетесь в своей ценности. Вы не ощущаете свои ценности. И вопрос, он здесь заключается в том, вы не ощущаете свои ценности вообще, или вы не ощущаете свои ценности только среди рабочей группы, в которой вы находитесь. Мне кажется, что проблема, вот, какого-то чувствования своей важности, да, стоит здесь на первом месте, и, вот, ну, как бы, из этого всё вытекает. То есть, вы сомневаетесь в своей важности, вы её не чувствуете. Вам требуется подтверждение извне, что вы важны, что вы нужны, что вы ценны. И это вас, скажем так, вот, фрустрирует, может быть. Хотя здесь это слово, конечно, не совсем то, что, ну, не совсем обращает в действительность, да, будем честны. Вот, ну, такая вот история. И, как бы, я вернусь к тому, с чего начал, да, и спрашиваю, так, а вопрос-то ваш, он, как бы, в чём? В чём ваш вопрос заключается? Какую проблему вы хотите решить? То есть, вы говорите, я не хочу сдавать деньги. Ну, вы можете не сдавать деньги. Вот, вы говорите, я не хочу быть изгоем, ну, я чувствую себя изгоем. Это можно исправить. Для этого необходимо налаживать, эээ, действительные отношения с коллегами. Вот. Вы не чувствуете, эээ, своей ценности, не чувствуете себя нужной. Для меня это проблема номер один. Ну, то есть, как бы, вот это вот то, из чего, на мой взгляд, происходят все остальные проблемы. И работать с этим также необходимо. То есть, как вы пришли к тому, что вы не нужны, и что для вас это означает, что для вас есть нужность, что составляет сомнения в собственной ценности, что для вас такое ценность, как вы её понимаете, и так далее. То есть, вот это история, да, какая связь между, например, своей ценностью, да, и, допустим, допустим, ну, допустим, восприятие этого другими людьми, что вот где здесь связь, как бы, связи нет, прямой, прямой связи нет. Но она для вас есть. И, соответственно, нужно понять, что она из себя представляет. Это, эээ, это вот связь. Вот, эээ, примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. Эээ, я сейчас, наверное, эээ, прочитаю ещё ваш текст, чтобы, эээ, более точно всё раскрыть. И так, эээ, доброе утро, пишите вы, эээ, меня коллеги не поздравили с днём рождения, хотя в течение горя я отдавал деньги на всех. То есть здесь вам за что конкретное задело, что не поздравили на днём рождения, не проявили, что вы важны, или, что вы сдавали деньги, и, по сути, всех деньги ушли в никуда. Ну вот, это очень важно выделить. Эээ, новая, новенькая сотрудница, поздравила всех с церковным праздником и упомянула меня с поздравлением, эээ, упомянула меня с поздравлением с днём рождения. Чувство у тебя ненужнее, ну вот, чувство ненужнее, всегда надо бы раскрыть. Эээ, подозреваю, что это злость начальницы, которая ездила отдыхать в страну, куда я ездил. Мне понравилось или нет? И как здесь, эээ, с этим связана её злость на вас? Эээ, или момент, что я не пью, когда организовываются столы, я пью сок и чай, практически не ем на диете. Ну, а на сколько это ваш выбор, не пить и не есть? То есть, опять же, если вы пришли к этому сами, если вы считаете, что вам это нужно, то да, придётся расплачиваться. Вот, ну, в обществе, если человек, вот, не пьёт, это воспринимается негативно, да. Ээ, не знаю, как себя вести, как себя вести, чтобы что? Ээ, как будто все отвернулись, как чувствуете себя вы? Понимаю, что все отвернулись, опять же, кто все? То есть, коллеги от них, это далеко не все. Коллеги, это вообще, по сути, это никто, да, то есть, ну, в смысле, что вы с ними с этими людьми работаете, но это вам не друзья, это не ваши знакомые, это люди, с которыми вы разделяете коммерческую деятельность, и всё, по большому счёту. То есть, вы здесь, коллеги, почему-то, вы понимаете, как все отвернулись от вас, что всё, я никому не нужна. Вообще, чувство, чувство ненужности родом из детства, и я бы здесь, вот, обратил внимание на ваши взаимоотношения с родителями. И на тревожность, что вы, как бы, вы тревожитесь. Вот, это из-за злости начальницы, хотя с чем она связана. Вот, вот, я, ну, я не пью, то есть, такая вот, видите, идёт, такое, такое беспокойство идёт. Меня это беспокоит, и желание сдавать деньги на другие дни рождения нет. Ну, это напоминает обилию, по большому счёту. То есть, я понимаю, что вам не хочется сдавать деньги на другие дни рождения, и это справедливо. Я думаю, что, если вы не хотите сдавать деньги, вы можете не сдавать, но предварительно, конечно, имеет смысл обсудить сначала. Вот, и это добраться, всё-таки, где здесь у вас коммерческие, служебные и профессиональные отношения, а где здесь лично. Потому что, мне кажется, что вы здесь очень сильно всё смешали. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok